привет команда сегодня у нас планерочка по итогам 16 каталога ну что хочу сказать отработали просто замечательно все большие молодцы я так понимаю что мы только набираем разгон если мы будем также точно работать но естественно будет прибавляться с каждым каталогом будет прибавляться опыт будет прибавки будут появляться мы будем больше все узнавать потому что учимся мы все от новичков до лидеров мы учимся все и постоянно мы работаем в интернете интернет не стоит на месте постоянно что-то новое мы узнаем вот если мы будем работать также ну естественно наверстывая темп ускоряясь то это будет просто просто супер так ну начинаем значит прежде всего хочу сказать продолжается у нас розыгрыш в семнадцатом каталоге тоже продолжается в шестнадцатом каталоге 2016 года с нашей команды выиграли три человека выиграли приз в 2000 рублей и два приза по 1000 рублей то есть это все реально это все происходит в режиме реального времени будут проходить и дальше такие же розыгрыши вот смотрите акция очень интересная такого еще точно не было в самом деле это первый раз такую акцию придумали один каталог она прошла в общей сложности эта акция будет проходить 6 каталогов то есть 16 17 и 1 2 3 4 каталоги 2017 года в этом семнадцатом каталоге призовой фонд тоже 36 тысяч рублей такой же как в предыдущем но в каталогах последующих он может меняться то есть не думаю что он будет меньше может быть больше ну или такой же значит в декабре что мы разыгрываем в декабре 36 тысяч рублей значит что для этого нужно акция вообще конечно обалденно и дальше смотрите ну во первых что скажу тебя ждут один приз по 5000 рублей два приза по 3000 рублей 3 приза по 2000 рублей 19 призов по 1000 рублей всего 25 победителей все происходит в режиме реального времени я в этом на розыгрыше присутствовала у меня участвовал муж в шестнадцатом каталоге ну вот буквально перед ним выиграл номер и через номер после него но немножко не попала но это все я сама это все видела как это происходит в принципе обмана здесь нет это директора наши придумывают специально для того чтобы нас стимулировать то есть это это такой маркетинг маркетинг план очень классный маркетинг план плюс поощрение что нужно делать для того чтобы участвовать в этом конкурсе значит нужно быть активным в первую неделю каталога каталог у нас длится всегда три недели нужно в первую неделю каталога сделать заказ заказ делать минимум на 150 баллов то есть от 150 баллов и выше естественно участвуют те кто желает это совершенно не обязательно это просто но это в принципе для тех кто и так 150 баллов делают таких у нас очень много даже в нашей команде очень много вот ну и они конечно могут поучаствовать в этом розыгрыше то есть ничего тут не нужно не платить ничего все бесплатно все интересно все позитивно эмоции в чате захлёстывают то есть мы не могли вообще когда вот был вебинар вот этот вот розыгрыш мы вообще не могли там течение получаса загрузить комнату потому что эмоции там перехлёстывали интернет не выдерживал все ждали все были в предвкушении там и перекличку провели кто с какого города и у кого какая погода то есть там вообще было просто супер а значит нужно на первой неделе каталога сделать личный товарооборот сделать заказ от 150 тысяч рублей вот вот ваш заказ размещен в семнадцатом каталоге у с 4 по 11 декабря включительно то есть сегодня уже день прошел получается вот у меня сейчас пол одиннадцатого вечера до сегодня день уже прошел но вы конечно там где-то живете поближе к москве естественно вас пораньше но не суть суть в том что остается всего шесть дней ваш суммарный заказ минимум на 150 баллов то есть вы можете здесь за эту неделю делать несколько заказов это все будет суммироваться то есть не проблема да но и заказ должен был оплачен так должен быть до конца второй недели каталога то есть до 8 то есть 18 декабря включительно получается смотрите очень очень просто на первой неделе каталога мы делаем заказ на 2 неделе каталога мы его оплачиваем все после оплаты заказа заполняется определенная форма для участия в розыгрыше эту форму мы постоянно сбрасываем чат форма будет в чате если что пишите мне в личку я вам сброшу в скайпе в личку эту форму заполняете форму и расскажу что делать дальше вот акция ли проходит как я уже говорила до четвертого каталога а в пятом каталоге будет сюрприз то есть для всех участников во всех шести каталогах будет двойной шанс то есть все кто участвовал во всех шести каталогов то есть вы можете участвовать в этом остальных не участвовать вы можете участвовать в другом там в первом либо во втором то есть неважно в двух можете участвовать можете трех из шести то есть без разницы но те кто примут участие во всех шести каталогах у них получается двойной шанс розыгрыша будет в пятом каталоге то есть их номера будут все удвоены у этих участников то есть два раза можно будет принять участие в розыгрыше но и там еще какие-то призы то есть это умалчивается это все интрига, но будет что-то очень интересное. Я считаю, что поучаствовать нужно обязательно. Ну, почему нет? А вдруг повезет. Нашим девчонкам троим повезло. Так, ну все, переходим к приятностям, как я их называю. В этом каталоге к нам присоединились Жижина Ксения, Шедрека Анастасия, Сальникова Лилия, Шевченко Анастасия, Тимофеева Лена, Хавкусова Татьяна, Чеботарь Надежда. Девчонки, я вас всех поздравляю. У нас команда не такая большая, но пришло, как видите, девчонок уже очень прилично. Причем из них две девочки активные. Настя Шевченко сделала уже очень хороший заказ. Вот. И Чеботарь Тимофеева Лена. Лена с Тимофеевой. Сегодня у нас была с ней бизнес-встреча. То есть Лена такой активчик. Девчонка вообще очень положительная. Она только-только вникает. То есть все хочет. Все хочет успеть разом. Он, естественно, информации много. Ничего еще толком не понимает, но хочет. Самое главное это желание. Всех поздравляю. Мы очень рады видеть вас в нашей команде. Так. Новые уровни по команде. Поздравляем всех, кто вышел на 3%. Я не буду читать списочек. Остановите, прочитайте. Это все наши партнеры, кто вышел в этом каталоге на 3%. То есть первый раз. Всех поздравляю. Вы все большие молодцы. Это первая ступенька лестницы успеха. Сейчас вам нужно, так как вы 3%, да, в прошлом каталоге были, вам нужно сейчас всем делать заказы от 150 баллов. Тогда вы сразу получаете доход. Но это тема отдельного вебинара. То есть можно потом отдельно записать, либо пишите мне в личку, я вам все расскажу. Новые уровни в команде. 6%. Комарова Елена, Еремин Александр, Закатова Людья, Афонина Елена, Тарасова Герта, Гавришева Елена, Евчика Олеся, Ганеева Люция, Лукьянова Татьяна. Девчонки, молодцы. Просто супер. Это вторая уже ступенька лестницы успеха. Чтобы выйти на 6%, нужно по сумме, по группе собрать 450 ББ, 450 баллов. В принципе, это 3 человека по 150 и уже 6%. Еще одна ступенька, то есть следующая 9%, это уже менеджерский уровень. Это уровень менеджера, и там скидка идет с заказа уже от 2,5 до 4 тысяч. Так, дальше. В этом каталоге у нас есть лидеры, новые лидеры. Лариса Савченко. Она не так давно в проекте. Несколько каталогов. И в этом каталоге она сделала личный заказ на 177 баллов. То есть сразу же вышла на 3%. Скидочка у нее 32% на весь ассортимент продукции. Объемная скидка сразу. Премия премьер-клуба. То есть у нее уже зарплата. То есть если бы у Ларисы сейчас было оформлено ИП, она бы вполне могла подписать договор с компанией и получить доход на руки 111 рублей. Просто за то, что она сделала заказ в 177 баллов. Просто только за это. Ну и еще куча скидок, куча привилегий у Ларисы. Лариса, мы тебя поздравляем. Мы очень рады, что ты в нашей команде. Еще один лидер команды, Люда Наумова, пришла в прошлом каталоге, в 15-16 сделала хороший заказ. То есть сразу подписку в Wellness оформила. Естественно, уровень 3%, скидка. И первый доход у нее получился 867 рублей. То есть Люда именно заказ делала очень целенаправленно. То есть она сделала, купила витамины себе, витамины ребенку. Вот. Это очень высокобаловые продукты. Ну и знаете, такие продукты, которые в принципе мы все, мы все потребляем витамины, мы все пьем витамины. Почему бы не взять витамины у себя, тем более, что шведское качество, извините, его никто не отменял. Вот. Люда, мы тебя поздравляем. Мы очень рады, что ты в нашей команде. Я с тобой лично знакома. Люда живет в моем городе. Вот. Мы встречаемся, мы обсуждаем наши дела, мы обсуждаем работу. И команда в нашем городе, у меня мечта была собрать команду в нашем городе. Что город маленький, работы нет. И вот моя мечта начинает осуществляться. Новый лидер команды Таня Лукьянова. Тоже молодец. Тоже она всего несколько каталогов в команде. Она разбирается, она учится, она... Ей трудно, конечно. Ну, как и всем. В принципе, все приходят, всем трудно, информации много новой. Но в этом каталоге она сделала личный заказ на 236 баллов. Ну, и следовательно, у нее первый доход получился 2184 рубля. Просто вот за то, что она сделала заказ, 236 баллов. Вот. Лариса, Таня, мы тебя поздравляем. И еще, еще Таня у нас в этом каталоге самостоятельно зарегистрировала своего первого новичка. То есть она его сама нашла и самостоятельно зарегистрировала. То есть Таня молодец. Такой человечек, целенаправленный, прям такой целеустремленный человечек. Она вот все делает сама. Она принимает помощь, но она, знаете, так, чисто подсказка. Вот. Подсказали, она пошла делать сама. Я хотела ей помочь, прям зарегистрировать. Нет, она сказала, я буду сама делать. Ну и она справилась, она молодец. Активные партнеры этого каталога. Смотрите, сколько у нас активных партнеров. Вы посчитайте, сколько человек у нас делают заказ от 150 баллов. Так вот, Зубкова Наталья, Зубкова Андрей, Савченко Лариса, Комарова Света, Лукьянова Таня, Наумова Люда, Шевченко Настя, Запольская Галя. Вот посмотрите, средний балловый заказ по команде, если вот это все сложить, да, средний, 117 баллов. Это просто отлично. Это просто здорово, потому что есть очень много таких команд, у которых приходят новички. 20 баллов, 30 баллов, 20 баллов, 30 баллов. То есть, а у нас, посмотрите, какой средний заказ. 117 бб. Так, ну немножечко слайдик старенький. Тут, видите, написано еще два дня. Ну, то есть, я просто добавила там Галю еще, она последний заказик сделала. Девчонки, я вас всех поздравляю. Сейчас идут, сейчас очень хорошее время для роста, потому что сейчас праздники, сейчас Новый год, потом в 23, будет февраля, потом 8 марта. И очень хороший рост сейчас идет. Сейчас можно приглашать своих, из новых партнеров искать именно на скидку, именно на подарки. Я даже записала видео о том, как можно, какие подарки можно сделать. Ну, так, смотрите, на каждом планерке буду это показывать, вот этот вот слайдик. Наша команда, Новикова Татьяна, это наш лидер по России. Таня Новикова, она сейчас живет в Испании, Валенсии, сапфировый директор. Доход у нее уже не 150, конечно, больше. То есть, она, это наш лидер по команде, она проводит у нас тренинги, вебинары, она организатор вот этого розыгрыша 36 тысяч рублей. Даша Коровина, она непосредственно наш директор, именно нашей вот структуры. То есть, у Тани много таких команд, у Даши вот мы идем. Вот, сейчас она в закрытом звании старший золотой директор. И наш директор, Катя, она буквально, вот она, вот мамочка четырех деточек, такая умница. То есть, она вот просто, не знаю, наш мотиватор, наша звездочка. Все мы на нее равняемся, все мы желаем ей счастья, удачи. Катюша, мы без тебя просто, вот ну никак-никак, ждем, когда ты активно включишься в работу, потому что у Кати маленькие ребятишки, четверо деток, у всех друг за дружкой в дни рождения, один заболел, все заболели, очень трудно. И тем не менее, Катя находит время, и у нее стимул. Вообще, наш стимул, наш самый главный мотиватор, это наши дети. Так, смотрите, буду тоже на каждом, на каждой планерке вот этот вот слайдик кидать, кому нужно, можете попросить, я его в чат уже кидала, если что, кину в личку. Телефоны горячих линий. То есть, не всегда новичку может кто-то помочь, и неважно, новичок ты, либо ты уже давно работаешь, все равно возникают какие-то вопросы, какие-то, какие-то интересные такие моменты, которые нужно уточнить. И в это время бывает, что твоего спонсора нет, или ты не знаешь ответ на этот вопрос, или в чатах, допустим, ты кинул вопрос, никого нет, да, допустим, то тогда существуют телефоны горячих линий. Если у вас международные веточки, то, естественно, с Россией в Молдову вы бесплатно позвонить не можете. То есть, допустим, новичок из Молдовы, пусть сам звонит, вот все телефоны, ну и так далее. Но, если вы в России, то для региона, вот написано, смотрите, номер 8800, 775 и 4 четверки. Это телефон для регионов. Телефон бесплатный с любого оператора, с любого, то есть, вы можете позвонить с любого телефона туда бесплатно. Бывает, что дозвониться трудно, но прямо дозванивайтесь, то есть, можно первый, второй, третий раз иногда на дозвон, короче, они ответят. Просто сейчас очень большой наплыв, и у них там какая-то происходит перетрубация, что-то они там переделывают. Вот, видимо, может быть, будет больше у них операторов сидеть, отвечать на звонки, потому что команда растет, и они просто не справляются. Там можно узнать все, что угодно, любой вопрос, который вас интересует. Это обязательно. Так, все вопросы пишем в чаты. Для этого у нас существуют чаты в скайпе. Кто, я уже постоянно повторяю, что кто не общается в чатах, тот не в бизнесе, потому что мы не можем всем кидать информацию в личку. Чаты существуют для того, чтобы общаться. То есть это наш онлайн-офис. Мы разбросаны по всей России. У нас разные часовые пояса. У нас гибкий график работы. Мы не можем одновременно до 8 утра выйти на работу и в 5 с работы уйти. Так не получается. Мы сами составляем себе график. Кто-то работает как подработка, на основной работе работает, и здесь работает, допустим, по ночам. Кто-то многодетные мамы, у них куча ребятишек, там надо одного в школу, другого на секцию, что-то куда-то. Мы сами себе хозяева. Кто-то работает 8 часов в день, кто-то час в день. И мы можем пересекаться только в этих чатах. То есть чат – это наш онлайн-офис. Воспринимайте это так, как будто бы вы вышли на работу, вы зашли в кабинет, где сидят ваши сотрудники. Вы зайдите, поздоровайтесь, поставьте смайлик какой-то, пожелайте хорошего настроения всем. С каким-то позитивом туда зайдите. Если спонсор кидает информацию какую-то, неважно какую, там вебинары, какие-то еще ссылочки, что-то полезное, читайте это обязательно. Это для всех, это работа. Эта информация вам будет необходима. Сохраняйте эту информацию. Сделайте себе на рабочем столе папочки специальные в текстовом документе. Сделайте. Сохраняйте туда, сделайте папочки, пароли, полезные ссылочки, шаблоны. Допустим, там что еще, какие у меня еще ссылочка, записи вебинаров. Все, что мы туда кидаем в чат, сохраняйте это себе, потому что чаты убегают очень быстро. Иногда мы информацию дублируем, иногда она просто уходит. Чтобы ее найти, это надо прокручивать чат, черт знает куда, вверх. Ну, извините, это неудобно. Поэтому делайте себе сразу папочки, туда всю информацию себе сохраняйте, чтобы в любой момент эта информация была у вас под рукой. Как только информацию кинули, пожалуйста, если вы ее увидели, зайдите, поставьте смайлик, поставьте класс, что вы видите, что вы приняли это к сведению, что вы здесь, вы читаете, вы присутствуете. То есть, ну, это обязательно. Чат должен жить, чат должен быть живой. Чат не только для того, чтобы туда лидеры кидали информацию, все остальные молчали. Все должны общаться в чате. Это неотъемлемая часть нашей работы. Причем, вот этот вот чат у нас, который ПГ-1, Ирины Шукшиной, он еще для того, чтобы мы там писали отчеты. Это обязательно. То есть, отчет не обязательно писать каждый день, но пишите его раз в несколько дней. Но вы его пишите. Что такое отчет? То есть, что ты сделал за эти несколько дней? Сделала несколько страничек, допустим, ВКонтакте, сделала несколько страничек в Одноклассниках, поприглашала там-там-то, написала там-то, поставила вирусные картинки, сделала какие-то поздравлялки. То есть, все туда пишем. Посмотрела какие-то вебинары. Допустим, посмотрела какой-то вебинар, напиши, пожалуйста, о нем отзыв, что тебе там понравилось. Замотивировалась ты? Нет. то есть, в чат и пишем, естественно, только позитив. Весь негатив мне в личку. В чат только позитив. Посмотрела вебинар, понравился спикер, понравилось, как она говорит, понравилось, что-то она там, идея какая-то. Напишите, вот в этом вебинаре мне вот эта идея понравилась, возьму себе на вооружение. А вот на этом вебинаре я вот это узнала новое. Пожалуйста, пишите свои рецензии, отзывы на вебинары. То есть, не просто вы их посмотрели и забыли. Вебинары нужны для того, чтобы мы все это смотрели и тут же применяли. Это опыт наших лидеров, это опыт людей, которые чего-то достигли в нашей работе. И они проводят эти вебинары для того, чтобы мы, это инструкция для работы нам, понимаете. Естественно, на одну и ту же тему много спикеров есть. Вы ищите своего любимого спикера. Ищите, смотрите этого спикера. Учитесь у него. Так, еще есть у меня группа ВКонтакте. Информация, помощь команде Натальи Зубковой. Маленький слайдик, но не могу его увеличить, но там вот такая вот стоит картиночка. Так, смотрите, группа закрытая. Кто есть ВКонтакте, туда мне стучитесь. Просите, кому надо, у меня ссылочку. Либо заходите ко мне, просите у меня в друзья, кого нет, и ищите эту группу, и туда проситесь. Что в этой группе? Там вся информация, которая вам нужна. Вся. То есть, если у вас какой-то вопрос возник, вы можете не писать мне. Если, например, меня нет, вы можете не писать в чат. Писать, ну, мало ли. Есть такие люди, которые очень плохо идут на общение, они очень долго привыкают. Мы же все разные. Кто-то пришел, и тот же в первый же день стал душой чата, душой компании. Кто-то привыкает месяц, два, три. То есть, мы все разные люди. Нам вместе работать. А информация нужна всем. И тем, кто хорошо общается, и тем, кто стесняется. Поэтому вот в этой группе очень много информации для всех. Там, я туда добавляю всех партнеров активных, кто работает, кто со мной контактирует, и кто делает заказы. Кто заказ не сделал, я туда не добавляю. То есть, спроситесь вот в эту группу. Там есть в темах обсуждения, там есть в обсуждениях прямо плейлисты по работе в разных социальных сетях. Вот решили вы работать ВКонтакте, допустим, туда заходите, берете там кучу видео по работе ВКонтакте, YouTube, Одноклассники, много всего, много информации полезной. Там очень много видео прямо готовых. То есть, кликайте на ссылочку и смотрите. Очень много. Там если ленту пролистать, там очень много всего. Это я специально сделала для своей команды. Пожалуйста, заходите, пользуйтесь. То есть, что это для того, чтобы вы знали, где найти информацию. Дальше. Как заходить на вебинар? Обучение у нас происходит онлайн, в прямом эфире. То есть, вы заходите, вас никто не видит, не слышит. Вы смотрите, слушаете, можете в чате задавать вопросы спикеру. В день проходит два-три вебинара. Сейчас наш скайп плавненько переезжает в телеграм. Что такое телеграм? Это новый мессенджер. Он как бы сочетает в себе три, то есть, вайбер, ватсап и скайп. Это как бы три в одном. Ватсап уже начинает подвисать. Ватсап, ну, ватсап, да, ватсап я оставляю. То есть, все, кто хочет со мной лично общаться, всем, кому нужна помощь, скачивайте ватсап. Там я помогаю голосовыми сообщениями. Вот. Вайбере общаться неудобно, потому что там сообщения до 30 секунд, и они плохо грузятся, и, в общем, не доходят до конца. Вот. Скайп тоже начинает подвисать уже, и очень много чатов переехало в телеграм. Как скачать телеграм, я вам скину, можно в личку, пишите в личку, кто еще не установил, скину. Этот же вебинар у меня есть, вот именно в моем группе ВКонтакте, можете там его поискать. Вот. И мы сейчас переезжаем, вот этот каталог еще 17, и все основные чаты переезжают в течение этого каталога в телеграм. Но чат вот этот PG1 Ирина Шукшиной мы оставляем пока, потому что очень много приходит новичков, и если скайп еще у кого-то есть, допустим, у 50%, то телеграма еще практически нет ни у кого. Поэтому мы этот чат оставляем только для того, чтобы в этом чате кидать ссылочки, дать вот тот же тот же вебинар людям дать, чтобы они скачали и установили себе телеграм. Вот хотя бы для этого, потому что в соцсетях ссылочки не кидайте, кидайте все ссылочки в скайпе. Вот. Смотрите, как нужно заходить на вебинар. Есть много персональных групп, и мы на вебинары сейчас заходим именно под номером наших групп персональных. Вот смотрите, ставим цифру P – это партнер, M – это менеджер. Менеджер – это все, кто с 9% и до 22%. Ну и кто директор, в штабе D – директор. Вот смотрите, наша команда, команда Кати Найферт, на зелененьком фоне написано. Номер нашей команды 1909P – это все, кто до 9%. или 1909M – это все, кто 9% и выше. Вот смотрите, там дается ссылочка, мы в скайп кидаем расписание вебинаров, там есть ссылочка, на ссылочку кликаете, у вас загружается вот такое окошечко, загружается. У меня, допустим, интернет медленный, поэтому грузится долго, поэтому вы не торопитесь, подождите, когда полностью загрузится. Получается вот такое окошечко. Смотрите, как я написала 1909M Наталья Зубкова. Все, я нажимаю «Войти», я захожу на вебинар и вот смотрю, если вы вот этот вот номер не будете туда, вот так, ну неправильно будете заходить, вас один раз удалят, второй раз вас заблокируют, и вы очень долго не сможете попасть на вебинары вживую. Вам нужно будет потом писать спикеру, на Татьяне Новико, все это выяснять, то есть это будет штраф. То есть, пожалуйста, есть определенные правила у команды, у компании, заходите, пожалуйста, правильно. Так, теперь, значит, смотрите, фишечки от лидера. Хочу вам на прошлом планерке, тоже я говорила, сейчас вот еще кое-что добавила. Смотрите, раскручиваем личный бренд. Все, кто приходит в команду, сразу всем говорю, раскручиваем личный бренд. Что такое личный бренд? Личный бренд – это ваше имя, ваша фамилия, ваша фотография, ваш стиль жизни, ваш образ жизни, все, как вы живете, как вы ходите, что вы говорите, чем вы занимаетесь, какие фотографии вы кидаете на свою брендовую страничку. Что такое брендовая страничка? У вас у каждого, когда вы приходите в команду, есть странички в соцсетях. То есть, вы через соцсети к нам и приходите. Кто-то к однокласснике, кто-то к ант... У кого-то во всех соцсетях есть странички. Вот эти личные странички мы превращаем в свои брендовые. То есть, мы их... Все наши друзья, после того, как мы регистрируемся в команду, начинаем работать, начинают за нами наблюдать, что мы, где мы, чем мы занимаемся, как мы живем. Вы сами понимаете, что люди любят копаться в грязном белье. Но у нас грязного белья нет. У нас белье идеально чистое. У нас чистая репутация, у нас чистые руки, и мы очень интересно живем. И мы должны показать людям, что мы... У нас очень... У нас на самом деле очень интересно. У нас настолько интересно, что просто отсюда... Я вот, допустим, отсюда уже никуда. Я только тут. Вот. Раскручиваем личный бренд. С этих страничек брендовых мы не работаем. Мы только там рассказываем о своей жизни. Это не имеется в виду, что вы только кричите каждый день, что я в Reflame, идите ко мне. Ни в коем случае. Сегодня вы пошли с ребенком на Пури, например, в садике на концерт какой-то. Пишите, да, вот у меня ребенка был в концерт, я с удовольствием посмотрела, я могу себе... У меня нет, я работаю дома, потому что... Ну и могу я в любое время прийти к ребенку, мне не нужно там, допустим, отпрашиваться у директора, там что-то где-то, я сама себе начальник. На все вопросы отвечу тут-то. Допустим, я кидаю свой номер своего WhatsApp. Понимаете? То есть все вот это мы не пишем в открытую. Зачем? Мы никого не зовем к себе, мы просто рассказываем, почему я пошла на ребенку на утренник куда-то, да, в рабочий день. Я могу себе это позволить, мне не нужно отпрашиваться ни у кого. Я работаю дома, у меня свободный график. Понимаете? И вот в таком духе мы каждый день что-то... Минимум один постик в день должен быть. Конечно, когда у вас уже есть своя команда, там уже начинают к вам регистрироваться люди, там идут поздравлялки, там кто-то заказ первый сделал, кто-то новичка привел, кто-то еще чего-то. Там, естественно, это все тоже кидается вот в эти постики, да. И люди видят, что мы живем интересно, что у нас живет команда, что мы работаем, что... Ну что, жизнь кипит у нас, понимаете? У нас. Зайдите, посмотрите на мои странички брендовые. Можно что сделать? Смотрите. Ищем... Так, ищем лидера. Вот, допустим, вы же ходите на вебинары, вы видите, кто выступает, лидеры наши. Они у нас у всех на слуху. Найдите этих лидеров в соцсетях, найдите, добавьтесь к ним в друзья, пробегите по их постам, ходите по их постам, копируйте их посты. Естественно, тупо их не вставлять не надо, вот прямо, потому что лидер пишет от себя, лидер пишет о своем событии в жизни, да? У меня, допустим, есть такая папочка, я туда копирую всевозможные цитаты, всевозможные интересные высказывания. Просто я в сети увидела, даже не у наших лидеров, а просто хожу же, я же приглашаю людей, да? Я захожу на странички. Просто есть люди, у которых интересные странички, которые хорошо пишут. я эти тексты копирую, вот эти вот, так, я тексты копирую, себе вставляю, я копирую снизу и тексты вставляю сверху, то есть не вниз копирую, а вверх. У меня, как бы получается, как чат, да? Он убегает туда вниз, получается. И потом где-то, например, через месяц я начинаю снизу, первый постик беру, ставлю себе на страничку, подбираю под него подходящую фотографию, либо ставлю фотографию, подбираю под него подходящий постик, переделываю его под себя, все, у меня готов постик. Есть люди, которые очень хорошо пишут сами, то есть вот просто вот он взял и он может просто вот как писатель, да? Раз и тут же написать. Такой интересный текст, что просто не оторвешься. Кто-то не умеет писать, но личный бренд развивать нужно, обязательно нужно, потому что год от силы полтора и на личный бренд у вас пойдут пассивные регистрации. Все люди, которые за вами наблюдали, они будут видеть, как вы растете, что вы 3%, вы 6%, вы 9%, вы 12%, вы директор, у вас зарплата вон какая, вы в отпуск поехали, вы что-то купили себе, вы машину приобрели. Люди будут на это все смотреть и они пойдут к вам сами, они будут видеть ваш успех, они в реальной жизни, это знаете, как реалити-шоу будет, они будут в реальной жизни, они наблюдают за вами и они к вам придут, потому что, ну, они ваши знакомые, они пусть дальние знакомые, они друзья, они сомневались, но теперь они видят ваш успех, естественно, они к вам придут. раскручиваем свой канал YouTube, обязательно, обзоры заказов, то есть смотрите, чтобы развивать личный бренд, естественно, нужно людей чем-то заинтересовывать, это не обязательно там писать, снимать какие-то ролики о продукции, ну, знаете, у нас у всех сейчас современные телефоны, мы же там, деребенок наш гуляет, где-то бегает, на горке катается, что-то какой-то интересный момент, вы получили заказик, вы коробочку разбираете, вы запишите, что вы там получили, фотографию поставьте, вы руки возьмите, расскажите, что вот это вот, вот это ваш любимый продукт, ну, вот, закачивайте туда вот эти вот видео, бросайте эти видео нам в чаты, мы будем их смотреть, будем их прокручивать, ваш канал будет набирать обороты, будет набирать просмотры, обзоры заказов, можно писать просто про какой-то один продукт, что-то интересное, у вас все равно что-то интересное есть, вот, допустим, я, например, гель для душа, большие объемы беру, я стираю им, у меня есть такая фотография, что вот я беру, стираю, обалденно получается стирать белье, не нужно никакого кондиционера для белья, запах классный, отстирывает, пенится, то есть, ну, мне, допустим, нравится, ну, что-то вот в таком духе, что, как вы, как вы это все делаете, какие-то путешествия, что-то где-то, туда закидывайте, вы, вот, обзоры заказов, когда делаете, да, вы можете рассказывать о каком-то продукте, например, в этом каталоге какой-то продукт, идет со скидкой, а у вас этот продукт уже есть, вы это купили, какие-то духи, какая-то помада, там, тушь какая-то, да, нам очень нравится, возьмите о ней, расскажите, потом киньте эти все вот ролики, вот эти, своим друзьям, своим подругам, они заинтересуются, они у вас будут, это, просить купить у вас это, а вы вместо того, чтобы продавать, вы этого человека можете зарегистрировать, допустим, пока на потреблении, потом он может стать вашим бизнес-партнером. Дальше, смотрите, делайте свои вирусные картинки, вирусные картинки, вот эти, это значит картинка с предложением о работе, их в интернете миллионы, они уже всех достали, делайте картинки свои, у меня на канале YouTube, на моем, то есть те, кто приходит, я всем даю свои контакты, у меня есть свой канал YouTube, заходите туда, там есть, как сделать картинку в PowerPoint, пожалуйста, заходите, смотрите, это очень легко, это очень интересный процесс, поставьте в свою туда красивую фотографию, напишите что-то от себе, от себя какой-то текст, внизу поставьте на фотографии свой WhatsApp, напишите, допустим, напишите, то есть эту картинку уже никто не украдет, это только лично ваша картинка, даже если кто-то по неумению, по незнанию ее перекопирует куда-то, это все равно ваша картинка, на вас будут идти, понимаете, люди будут идти на вас, у меня, допустим, есть альбомы с картинками, допустим, я скачиваю с интернета заранее, у меня есть альбом, допустим, с картинками фоны, какие-то скачиваю, допустим, сейчас зима я там ставлю фоны со снежинками, там какие-то морозные узоры, да, сейчас вот к Новому году приближается, буду какие-то ставить такие фоны со всякими елочными украшениями, шарики, что-то вот такое, какие-то фоны для своих картинок, у меня есть альбомчик, всевозможные цветы на прозрачном, то есть я скачиваю картинки на прозрачном фоне, у меня есть цветы на прозрачном фоне, там разные поздравления, надписи на прозрачном фоне, это очень легко, ты вот, ты когда это все скачаешь себе, вот этих альбомчиков наделаешь, потом раз, загрузил фон, накидал туда всевозможных картиночек, скомпоновал, получилась вирусная картинка, Все очень просто. В принципе, ничего сложного. Делайте свое. Это тоже будет развитие вашего личного бренда. Дальше. Набираем команду в первую очередь в своем городе, в своем районе, в своей области. То есть такие люди, как правило, становятся ключевыми партнерами, потому что вы можете вживую с этими людьми встретиться. Вы можете с этими людьми поговорить, вы можете им все рассказать. Это люди, понимаете, это контакт, это живой контакт. И потом вы можете собираться командой что-то обсуждать. То есть одна голова хорошо, да, две лучше, как говорят. То есть это вот просто, я не знаю, это самые близкие люди вам будут, потому что мы вот сейчас общаемся. У меня есть уже подруги, которые, партнеры, девчонки, которые мы уже перешли на стадию дружбы. Мы уже общаемся не только по поводу работы, мы общаемся просто на разные интересующие нас темы. И когда команда в твоем городе, это просто класс. Вот моя мечта начинает потихоньку осуществляться. У меня уже две девочки в моем городе, в моей команде. Так, еще, смотрите, начинаем прямо с сегодняшнего дня. Наши брендовые странички. Сейчас, в данный момент, я говорю только о страничке в Одноклассниках. Сами понимаете, что мы заходим в Одноклассники, у нас там куча друзей, куча знакомых, и мы ставим на картинки, понравившиеся нам, мы ставим класс. Пожалуйста, давайте сразу начинать приучать себя не ставить класс никуда. Вообще, на свой пост брендовый, на свои то, что вы выставили, ставьте класс, ставьте. Но никогда не ставьте класс никому, кроме себя. Если вы увидели фото вашего друга, подруги, что-то интересное, вы зайдите, поставьте оценку на фото. Вы напишите в комментариях фото, это не увидит никто. Потому что, когда человек в Одноклассниках заходит на вашу страничку, он что там видит? Все, что угодно, только не вас. Он видит классы каких-то групп интересных. Все, что угодно, но там только не вы. Вы, поймите, когда человек заходит, просто вы приглашаете человека в друзья, например. Или человек что-то где-то увидел, ваш пол заинтересовался, он заходит к вам на страничку, этот человек. И он должен видеть там только вас, больше никого. А если вы будете ставить классы всем подряд, то там будет кто угодно, но только не вы. Так, значит, только оценки и комментарии. Это очень трудно. Я сама себя приучала несколько дней. Сама рука тянется ставить класс. Мы, как обычно, работаем в Одноклассниках. Даже с рабочей странички мы заходим, ставим классы человеку, на его фотографию, на ее что-то там интересное, чтобы он заинтересовался. Кто это ему класс поставил. Потом приглашаем друзья. В итоге человек заходит к нам на страничку. Ну, допустим, даже на рабочую. Заходит к нам на страничку. Что он там видит? Кучу классов на непонятные фотографии, непонятных людей. Все. Больше ничего. Ну, неинтересно. Совершенно неинтересно. Человек, зайдя на вашу страничку, он должен заинтересоваться. Он должен принять вашу дружбу. Он должен остаться на вашей страничке. Так. И еще одно. Мы об этом поговорим как-нибудь на следующей планерке или там выберем время. Мы записываем свои мечты обязательно. Мечта, которая не записана, она не сбывается. То есть наши мысли материальны все. Мы мечтаем. Естественно, я сейчас говорю не о мечтах таких, что купить там новый диван или новый стул какой-то. Нет. Это уже не мечты. Мечты должны быть, ну, очень большими мечты должны быть. Очень глобальными. Понимаете? И эту мечту нужно записывать. Ее нужно записать. И эта мечта постепенно, она перерастет в план. Потом она осуществится. И так далее. То есть мечт должно быть очень много. Планирование – это такая определенная наука. Это очень интересно. То есть мы об этом поговорим попозже. Ну, вот пока так. Итак, это вот все, что я по своим советам, которые хотела вам дать. Еще, знаете, хотела с вами поговорить по поводу лидерства. Очень спорный вопрос. Рождаются лидерами или становятся? Вы знаете, может быть, я хотела бы поспорить. Да, лидерами становятся, конечно. Они рождаются. Рождается человек. Но опять же, человек рождается, да, он растет в определенных условиях. То есть у него какой-то генофонд в нем уже какой-то есть. И он растет в определенных условиях. То есть какие-то условия жизни, определенная страна, определенные люди его воспитывают. В какой-то школе он учится там. Все это, все окружение на него влияет. Кого-то это ломает. Кого-то это закаляет. Понимаете? То есть, не знаю, это очень спорно. Но, в общем, принято считать, конечно, что лидерами не рождаются и становятся. И вы знаете, наверное, нет такой профессии больше, кроме профессии сетевика, где можно собрать команду только из лидеров. Вы знаете, это вполне реально. У нас нет такого, чтобы был один начальник, все остальные подчиненные. Во-первых, мы сами себе начальники. У нас гибкий график работы. Мы все решаем сами. Мы каждый день принимаем решения. То есть, то, что вы сюда пришли, это значит, вы уже приняли для себя решение. Вы сделали первый шаг в сторону улучшения своего качества жизни. И когда команда состоит из лидеров, то вот эта команда, она непобедима. Эта команда не развалится, никогда не расходится. Потому что, знаете, лидер – это такой человек, которому не нужно говорить, что делать. Он всегда сам находит себе работу. Он всегда полон идеями. Он всегда идет впереди, старается идти вперед, то есть не обогнать, да, не подсидеть кого-то. Потому что мы же все разные. Мы можем быть в одной команде, но лидерами каждый в своей области какой-то. Допустим, есть люди, которые могут хорошо рассказать, замотивировать. Есть люди, которые, например, очень хорошо понимают акции. Вот он открыл каталог, и все, и у него прям загорелось. И вот, пожалуйста, если у вас такие идеи, такие желания, пожалуйста, сделайте красивые слайдики по каталогу текущему. Напишите, какие акции, запишите видео коротенькое про эти акции, там, на телефон, на фотоаппарат, неважно. Запишите, расскажите, дайте своей команде. Понимаете, вот это лидерская позиция. То есть человек должен что-то придумывать, мотивировать тех людей, которые к нему пришли. То есть нужно стараться так, не подавлять этих людей ни в коем случае. А вот пришел к тебе человек, постарайся сделать из него лидера, раскрыть в нем лидерские качества. Тогда с этим человеком будет очень легко и интересно работать. И этот человек, так как у нас бизнес, дублирование, да, этот человек тоже своих новичков будет тоже так же обучать, делать из них лидеров. Понимаете? То есть мы информацию вам даем, но возьмете вы эту информацию или не возьмете, это уже ваше дело. Понимаете? А вы можете эту взять информацию, а придумать что-то свое, что-то новое, что-то добавить. Кто-то хорошо, допустим, разбирается в технических вопросах. Кто-то, например, очень хорошо из нашей команды, допустим, умеет делать регистрационную форму. Напишите, кто, напишите, кто. Этот человек может помогать всем, кто ниже по веточке, всем буквально делать эту форму, записать видео свое на эту тему. То есть очень много таких вот нюансов. У меня, например, идей много. То есть эта команда, состоящая из лидеров, мне кажется, что это реально только у нас в сетевом маркетинге. Потому что любую взять, допустим, даже футбольная команда, ну кажется, там каждый человек знает свое место. Вот каждый, да? Не может вратарь стоять в воротах, в него летит мяч, а ему не дали инструкцию, что вот ты сегодня, а ты вот сейчас должен прыгнуть в правый угол и поймать мяч. А он стоит на месте и мяч пропустил. А почему ты мяч пропустил? Ну мне же не сказали там туда-то шагнуть и туда-то там сделать, правильно? То есть там каждый на поле знает свое место, знает свои обязанности. Им не нужно говорить, что делать, нужно. Он просто идет это и делает. Но там существует тренер. У нас тоже существует бизнес-тренер. Но у нас это все как бы, знаете, мы сами их выбираем. У кого-то один бизнес-тренер, у кого-то другой. Мы вот постоянно учимся, личностный рост у нас происходит постоянно. И вот просто вот, знаете, вот моя мечта – лидеры, лидеры, команда лидеров. То есть каждый человек, приходящий в команду, это лидер. Когда вы приходите в команду, вы становитесь работодателями. Вы должны себя позиционировать как человек, который не какой-то там, знаете, вот мне так неудобно вам сказать, там ты-ты-ты, мямлить, вот это все. Вы пришли в команду, вы работодатель. Вы людям несете благо, вы даете людям работу. Ну а уже возьмет этот человек, не возьмет, это уже его дело. Так, ну в общем-то, все, что я хотела сказать. Что нужно делать, чтобы у каждого из нас появилась мотивация? В основном все, кто у нас в команде, большинство. Ну не то, что большинство, семьи есть у всех. Если, допустим, мои дети выросли, то у меня есть внуки. У кого-то, допустим, еще живы родители. У всех есть дети. И дети, наши родные, это наши самые-самые-самые первые мотиваторы. То есть ради них мы делаем все. Мы ради них, ради счастья их жизни, ради их здоровья мы свернем горы. Мы горы свернем, и все мы это знаем. Поэтому нужно, не упустите время, пожалуйста. Вот знаете, была такая, вот буквально посмотрела видео я, коротенькое. Вы знаете, я плакала. Ну там, наверное, каждый смотрел, кто это видео плакал. Выступала женщина, она бриллиантовый директор. И она вышла на сцену. У нее дрожит голос, и она рассказывает о том, что вот несколько дней назад моя коллега в моей команде вышла на директора. И она умерла. Она в 16-м каталоге вышла на директора. И она умерла. Она в команде 10 лет. Она 10 лет по рефеям. Она никуда не торопилась. Да что там, вся жизнь впереди. Что торопиться, я еще все успею. Все это тихонько у нее было. Она работала. Это все было, не было целеустремленности. Ну, знаете, вот как-то так это все было. Ну, я что, какие мои годы, да, успею. Она заболела. Она целый год боролась с болезнью. Она работала даже в больнице. Вот она умерла, допустим, а за два дня до этого у нее была личная регистрация. Понимаете? Да, наш бизнес такой, что он передается по наследству. У нее остался ребенок, у нее молодой муж остался. Этот бизнес перешел ее мужу. Но она не успела. Понимаете? Она не успела. Никто не говорит, что бегите вперед, сломя голову. Нет, ни в коем случае. Но, понимаете, вот дала вам в жизни шанс. Вы его возьмите и используйте. Вот как говорят, Вселенная дает нам, она не дает нам никогда шанс и никогда не дает нам мечту без энергии. То есть, если нам что-то пришло в голову, то есть, какая-то мечта, то, значит, Вселенная в этот момент дала нам энергию на исполнение этой мечты. Просто так мечту без энергии для ее исполнения нам никто не даст. Понимаете? Она нам в голову не придет. И есть такое правило 72 часов. То есть, вот пришла тебе какая-то идея в голову, 72 часа, чтобы начать ее исполнять. Прошло 72 часа, энергия ушла. Второй раз на исполнение этой мечты тебе энергию никто не даст. Наверное, сами знаете, что было у каждого такие ситуации, были когда, вот что я хочу делать, ай, завтра, ай, потом, ай, что там, потом. А потом уже хоп, и уже это уже не мечта, уже это становится неважно, уже в голову что-то другое пришло, уже это не актуально. Поэтому, если шанс вам дан, значит, вы заслужили этот шанс. Удача приходит к тому, кто готов ее принять. Понимаете? То есть, просто так удача и шанс и везение никому не дается. Потому что есть такие люди, у которых в жизни много шансов, но они их просто не видят, они проходят мимо. Понимаете? Перестаньте общаться с людьми, которые несут негатив. То есть, постоянно жалуются на жизнь, на государство, ну и так далее. Вот, допустим, я перестала смотреть телевизор. Не совсем, конечно. Внук маленький дома, постоянно у нас фоном идут мультики. Вы знаете, мне стало неинтересно, но один негатив, один негатив. Я и так знаю это, но мне надо будет, я залезу в интернет, посмотрю новости. Но мне их сейчас не надо. Я сама очень позитивный человек. И иногда есть такие люди, с которыми общаешься, а потом приходишь, вот знаешь, пообщался с человеком, и как будто тебя выжили, вот как лимон выжили. То есть, люди такие, которые твою энергию взяли себе. Не надо с такими. Ну, постарайтесь ограничить себя. Общайтесь с людьми позитивными, которыми вы будете позитив давать, и они вам будут позитив давать. Больше читайте истории успешных людей. Мы, у кого учимся, чтобы стать успешным, нужно учиться у успешного. Не может бабушка какая-нибудь старенькая, неграмотная, которая моет полы в подъезде, сказать тебе, как развивать свой бизнес. Не может. Она может сказать, да, махни на это рукой, внучечка, ставай рядом со мной и мой полы. Вот это она тебе может подсказать. Но она ничего не может сказать о том, чего она не понимает. Поэтому, пожалуйста, если вы что-то хотите начать делать, да, вы советуйтесь с людьми, которые понимают в этом. Посещайте разные вебинары и тренинги. Их сейчас миллион в интернете. Если вам что-то нужно, напишите мне, я вам скину, и вы будете смотреть. Это тоже очень важно. Очень важно. Но мой такой совет. Пожалуйста, посещайте тренинги людей, которые сами чего-то в этой жизни добились. А не просто какой-то ваш, там, кто-то, непонятно что, чего, где. И вдруг он решил начать тебя учить жизнь. Мы, знаете, все так умеем красиво разговаривать. То есть нужно, чтобы человек чего-то в жизни достиг. Либо чтобы он был известным коучем, да. Либо чтобы он хотя бы там, я вот сейчас тренинги смотрю. Женщина, она математик, у нее очень много детей, олимпиады, там, победители и все такое. Потом она начала заниматься психологией. То есть она говорит, сейчас этих коучей, говорит, поразвелось, как собак нерезанных. Ну реально, не скажешь по-другому. Все лезут в коучи. Как может, чему научить тебя человек, например, который, допустим, есть люди проводят, как отношения между мужчиной и женщиной, как сохранить брак, там, что-то еще. А у самого, извини, развод, куча семей, куча детей на стороне. Чему такой человек может научить. То есть нужно очень грамотно выбирать коучей. Очень-очень грамотно. Заставляйте себя действовать, ставя несколько задач на день. От этого увидите прибавление энергии и вашей активности. То есть не ставьте на день слишком много задач. Начинайте с малого. Вот, допустим, вы написали себе план. Все дела, которые вы делаете. Проснуться утром, зарядочку сделать, позавтракать, там, что-то еще, что-то еще. И каких-то три важных дела на сегодня. Вот каких-то три важных. Немного, потому что не надо распыляться. И когда вы эти три дела важных сделаете, то есть приучаете мозг постепенно. Вы воспряните духом. Да, я сделала, я молодец, там, супер. И постепенно вот это вот наращиваете. Ищите для себя внутреннюю мотивацию. Ну, я, как уже сказала, наши мотиваторы, это наша семья, это наши дети. Ну, в общем-то, вот, все, что я хотела вам рассказать. Не буду вас больше задерживать. Всего хорошего, девчонки. Очень рада, очень рада, что мы так хорошо поработали. 16-й каталог. Сегодня закончился первый день каталога номер 17. Два человека уже сделали заказы. Я уже на 3% с первого дня. Я сама сделала уже заказик на 210 баллов. Плюс ко мне еще пришли, позвонили. То есть я не продаю. У меня берут мои родственники. Сходила в гости, кто-то мне что-то заказали. Куда-то пошла, с каталога мне заказали. То есть я не продаю. Но у меня есть много людей, которые у меня покупают. Именно мои родственники. Так, ну все, команда. Удачи. Хорошего нам каталога. 2016 года. Заключительного нам 17 каталога. Желаю всем выйти на новые уровни. Всем, всем, всем. Надо расти, падать. Мы уже все, мы уже идем вперед. Мы уже больше не падаем. Удачи и всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok